Всем привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова. Сегодня у нас с вами будет эфирная интересную тему. Мы поговорим сегодня о том, почему мы постоянно сами себе лжем. Тема на самом деле очень важная и глубокая, прежде всего, потому что эта тема открывает нам ответы на другие вопросы. Почему в нашей жизни выглядит так, как она выглядит? Почему мы ничего не можем изменить? Почему мы, собственно, становимся некими рабами обстоятельств и в результате проживаем ту жизнь, которую мы проживаем? Для меня это всегда самая актуальная тема, потому что для меня до сих пор очень неясно, почему люди любят, ну не то чтобы любят, это факт, они это делают, почему люди редко отдыхают, почему люди живут так, как живут, почему люди постоянно сражаются с действительностью, и вообще, почему людям нравится та жизнь, которая есть у огромного количества людей, что в ней есть хорошего. И прежде всего, когда я начинаю задавать эти вопросы каким-то людям или наблюдать, чаще я уже даже не задаю вопросы, а чаще я наблюдаю за тем, что происходит. Для этого всего лишь приходится послушать иногда, знаете, включить локаторы, послушать, о чем люди говорят, о чем люди думают, что они обсуждают. И я вижу в большинстве своем абсолютно интересные истории, ну условно интересные, где люди сами себе рассказывают и объясняют, почему они ничего не могут поделать, почему они вынуждены терпеть. И самое интересное, при этом огромное количество людей, сейчас это уже целый тренд и мода, говорят о том, что у них это в жизни обязательно изменится. Они очень сильно хотят этого изменить и обязательно дождутся того момента, когда перемены в жизни произойдут, так как будто бы эти изменения в жизни никак не зависят от нас. То есть у многих людей складывается такое впечатление, знаете, что мы едем по большой такой конвейерной ленте, вот мы лежим, такие пирожки, видели когда-нибудь на заводе, когда показывают, как там лежит шоколадка Сникерс, да, там ее заливают шоколадом, ну вот какой-то определенный процесс есть. И вот многие люди считают, что они это шоколадка, вот, не залитая шоколадом, и что рано или поздно ее обязательно зальют шоколадом, и вот тогда моя жизнь станет очень классной, обалденной. Я уверен, что у меня будет машина, у меня будет крутая жизнь. А так и хочется спросить, ах, батюшки, а с чего вы это взяли? С чего вы взяли, что ваша жизнь когда-то изменится? С чего вы взяли, что вы когда-нибудь сможете купить себе автомобиль? С чего вы взяли, что когда-то вы встретите своего принца, и ваша жизнь изменится, и она будет замечательной? С чего вы это взяли? А главное, что вы сегодня для этого делаете? И в данном случае действие является не глаголом в контексте того, что берете ли вы лопату, копаете ли вы, какие действия вы совершаете в физическом мире, а как внутренне хотя бы вы к этому начинаете готовиться. Могут ли ваши сегодняшние мысли, может ли ваше сегодняшнее внутреннее наполнение вообще хоть каким-то образом вас привести к тому, о чем вы говорите? Вот давайте сегодня будем об этом разбираться, потому что мне очень нравится сериал, который в свое время я смотрела, наверное, все сезоны, и он был очень популярен, называется он «Доктор Хаус». Если вы помните, то у Хауса была такая замечательная фразочка, которую я взяла для себя, вот мы с мужем ее очень часто повторяем, и звучит она очень просто. «Все лгут». «Все лгут». Очень много раз помню, когда, например, сотрудник хочет уволиться, он обязательно рассказывает какую-то душещипательную историю, о том, что ему нужно срочно уехать, о том, что у него что-то там в жизни происходит, вместо того, чтобы прийти, честно сказать, я не хочу у вас работать, у меня есть на это причины. Все. Все лгут, и люди в большинстве своем придумывают какую-то неимоверную ложь. Но то, что мы рассказываем другим, это на самом деле цветочки по сравнению с тем, что мы рассказываем себе. Мы врем себе настолько откровенно, мы можем абсолютно оправдать любое свое действие или бездействие такой замечательной историей, что тут уже остается, знаете, только руками разводить. Поэтому этот эфир будет крайне полезен тем людям, которые действительно хотят менять свою жизнь, которые понимают, что живут не очень, и что в каком-то аспекте его жизни или во всех аспектах пахнет, простите, дерьмецом. Реальным дерьмецом попахивает. Вам не нравится. Вот до тех пор, пока мы себе открыто не признаемся в том, что мне что-то не нравится в моей жизни, в моем образе жизни, в моем окружении, в моей работе, в том, во что я одеваюсь, в том, как я думаю, когда захожу в магазин, как я начинаю размышлять, в том, что я чувствую, когда вижу успешных людей рядом с собой, в том, какой мне кажется моя жизнь, в том, как я оцениваю свои собственные возможности и себя, очень часто считая себя неспособным, недостойным, часто думая о себе, что для меня это невозможно, часто считая, что такого меня никто не полюбит, или самое главное, понимая, что я себя не люблю. Многие люди жизнь проживают, как будто бы отбиваясь от нее всяческими способами, ракеткой, знаете, вот просто отвали от меня, убивают сами себя. Давайте будем сегодня раздраться и, в частности, прояснять, а в чем, собственно, эта ложь заключается и каким образом этот момент можно пресечь. Ведь мы настолько привыкли врать себе, касаемо своей жизни, мы настолько привыкли говорить то, что от нас ожидают, мы настолько привыкли смотреть на свою жизнь и пытаться уговорить себя, что нам нравится все, что в ней происходит, и еще это все сверху залили таким джемом, назвали это позитивное мышление, я просто боюсь мыслить негативно, поэтому пусть моя дерьмовая жизнь отныне будет называться хорошей. И вот во всем этом джеме мы сидим и не понимаем, а что нам, собственно, делать. Есть вообще люди, которые сейчас тут присутствуют и немножко понимают, о чем я говорю, и могут сказать, что да, в моей жизни это присутствует, эта ложь действительно есть, она есть. Вы знаете, я же, ну, я не знаю людей, которые бы не врали себе или другим, ну, вот если честно, не знаю таких людей. Но дело в том, что ложь бывает в разных количествах, знаете, она как и лекарство, да, в большом количестве она является ядом и убивает, в каком-то количестве она может лечить. И в данном случае я говорю не о лжи, когда кто-то что-то кому-то сказал там, да, и соврал. В данном случае я говорю о том, что мы обычно… Как вообще происходит наша жизнь? Давайте так. Мы живем с вами в некой такой капсуле. Мы рождаемся… Вот, спасибо, Наташа. Мы рождаемся, и мы начинаем жить в каком-то мире, который с нами случается. То есть нам при рождении никто не рассказывает и не говорит. Ты знаешь, сейчас ты родился, и твоя жизнь находится в твоих руках. Есть несколько основных правил «сынок» или «дочка». И рассказывают нам, например, что то, каким образом ты будешь реагировать на мир, то, какие маркеры и оценки ты будешь выставлять ситуациям, воспринимая их как плохо или хорошо, будет в твоей жизни приумножаться. Подумай перед тем, как какая-то ситуация случится, и ты воспринимаешь её плохо, критически, ты позволяешь наложить на себя какое-то чувство вины, ты позволяешь себе стать каким-то аутсайдером, подумать, что ты не такой, или просто всё хорошее в своей жизни воспринимать критически. Меня ничего не радует. Подумаешь, родители богатые, это вообще какой-то крест по жизни. Я сам хочу всего достичь, а тут эти родители, ублюдища такие, скоты. Зачем они мне всё это дают? Мне теперь нужно, вот, как, знаете, актёры говорят, я не хочу иметь эту актёрскую фамилию, я сам хочу себе доказать, что я, значит, великий. Вот это, знаете, оценка такого пренебрежения, мол, я сам, дело не в моей фамилии. Мы очень по-разному, очень все по-разному относимся к тому, что с нами происходит. Оцениваем хорошее, плохое. Каждый оценивает субъективно. Кто-то говорит, я бы хотел, чтобы у меня была великая фамилия, а кто-то говорит, я не хочу эту великую фамилию, я хочу с себя заработать. Вопрос не в том, что мы думаем. Вопрос в том, что наша оценка почему-то обычно в жизни негативная. По отношению к себе. Мы привыкли оценивать то, что происходит с другими, как круто, и испытывать зависть к этим людям. Но всё, что происходит с нами, мы привыкли оценивать как плохо. Есть у нас деньги, родители скоты, вот они не уделяют мне внимания, что мне их деньги, лучше бы книжку мне почитали. Нету денег, мы говорим, как родитель мог сидеть, зачем мне была его нужна книжка, он должен был мне своим примером показать, добыть ради меня, мотивировать, а так он мне книжку дал. Мы умудряемся всегда находить плохое. Для меня это очень большая загадка, почему мы, что бы с нами ни происходило, умудряемся найти в этом негатив. Это удивительнейшая вещь, откуда у людей есть вот эта такая самоуничтожающая капсула. Нас никто не учил в детстве, что то, как мы воспринимаем реальность, как мы её оцениваем, то мы в жизни и приумножаем. Нам никто не сказал это простое правило. И в результате, когда мы родились, мы начали реагировать, как умели. А умели мы так, как нас научили, и как мы научились. А как мы научились, мы смотрели на пример. Каждый раз, когда меня спрашивают родители, люди, у которых есть дети, «Оля, подскажите, пожалуйста, каким образом я хочу своему ребёнку, чтобы у него всё было в жизни хорошо, что естественно?» Вот как вы своих детей заставляете и мотивируете? Спрашивают меня. Как вы им доносите? Вот когда они не хотят, я всегда говорю одно. Вы не можете воспитать другого человека. Вы не должны этого делать. И это опасно, когда вы говорите другим, что им нужно делать, особенно если это ваши дети. Вы можете сделать одно единственное. Вы можете стать абсолютно верно примером для своего ребёнка. «Наши дети, как и мы, неосознанно, осознанно считывают своего родителя». И если мои дети видят, что мама всегда при любых обстоятельствах хорошо выглядит, если они видят, что мама всегда работает, находит время, возможность для развития, всё, что они видят у мамы, всё они берут у себя. И поэтому они видят, что мама не болеет, «Мама здоровая». Потому что почему? Они мне когда-то спросили, «Мам, а что как-то мы редко болеем?» Я говорю, «А у тебя есть время?» Она говорит, «Нет, у меня, мне нужно, у меня там турнир, школа, ещё». Я говорю, «Вот видишь, тебе просто есть чем заняться. Если бы тебе было скучно, то твой ум находил бы какие-нибудь себе развлечения. И болезни — одна из них. Привлечь к себе внимание. Тебе внимания хватает? Мне хлопают люди, мне нравится внимание, когда я выхожу, выступаю. Вот прекрасно. Вот твоё внимание». Поэтому мы получили тот пример, который родители могли нам дать, и общество в том числе, неосознанное общество, в котором мы находились. И вот всю свою жизнь мы так и жили, мы так набирались этого опыта до какого-то времени. И мы видели, как все вокруг лгут. Мы видели, как мама чего-то не говорит папе, чтобы не делать конфликт в семье. Мы видели, как мама при этом рассказывает что-то подружке, что она недовольна поведением папы. Мы формировались, по сути, из того, что мы видели и слышали. И мы научились точно так же оправдывать всё то, что у нас есть. Мы научились не расстраивать кого-то, когда нам дарят подарок, который нам не нравится. И у меня есть знакомая у мамы, которой муж дарил всю жизнь цветы, которые она терпеть не могла. Мало того, у неё и от них начиналась аллергия. Но она ни разу ему не сказала, не нашла в себе смелости посадить и сказать, «Дорогой, мне так приятно, что ты даришь мне цветы. Это прекрасно. Ну, пожалуйста, у меня на ромашке аллергия. Ну, так получилось. Дари мне, пожалуйста, розы». Мы начинаем врать по-маленькому, а в итоге превращаемся в большую ложь. Большая ложь, когда женщина говорит о том, что я бы хотела выглядеть хорошо, но у меня крупная кость. Я бы хотела быть помоложе, но у меня не хватает времени. Я бы хотела заниматься спортом, но у меня непереносимость спортивного зала. Мы врём себе в абсолютно разных вещах и в результате постоянно затягиваясь в какую-то паутину. Врём по каждому поводу. И вы знаете, для меня, когда я начала заниматься, а я занимаюсь тем, что я являюсь автором марафона «Рерайтер жизни», и когда я начала работать с большим количеством людей, потому что каждый месяц ко мне в потоке приходит большое количество людей, ещё больше они приходят, которые говорят о том, как они сильно хотят изменить жизнь, я увидела две очевидные такие, знаете, точнее, увидела очевидную разницу между тем, когда мы перестаём себе врать и когда мы себе врём. Когда мы перестаём себе врать, мы очень легко, мы вообще перестаём в мире воспринимать критику, то есть мы перестаём воспринимать то, что в мире есть критика. Любые какие-то вещи, которые мы начинаем читать или слышать, я не говорю сейчас про людей, которые приходят и обливают тебя говном, но это как бы другая история. Я говорю о том, что вот часто, когда я раньше приходила на какие-то семинары, например, или читала какую-то книжку, я всё время мысленно спорила со спикером, ну то есть я всё время говорила, нет, ты не прав, это неправда, я не такая, я не тот, это вот знаете, как человек, который приходит и говорит, например, тренеру, я хочу похудеть. Он говорит, смотри, тебе нужно тренироваться, будет там 5 раз в неделю. Человек говорит, не-не, я 5 раз в неделю не могу, я сильно устаю, у меня не хватает времени, я могу 2. Он говорит, ну хорошо, давай, ходи на беговую дорожку. Он говорит, не-не, я бегать не могу, у меня одышка и правая лодыжка болит. Он говорит, что ты сегодня ел? Ты говоришь, я на завтрак ел сырники. Он говорит, нет, тебе надо есть омлет. Ты говоришь, не-не, я омлет есть не буду. Он говорит, после 6 не ешь, ты говоришь, нет, я поздно ложусь спать. То есть, блядь, на каждый пункт у тебя есть нет. Вот ты приходишь спросить, что нужно сделать, но при этом у тебя есть на все, почему нет. И ты сидишь и говоришь, а можно вот так? Я это называю мастурбацией мозга. Когда ты просто берешь и мастурбируешь мозгом, у тебя не стоит задача решить какой-то вопрос. Вот в жизни так происходит точно так же. Каждый день мне пишет десятки человек в директ какие-то вопросы своего личного характера. Вот подскажите, что делать. И всем до одного отвечаю одно и то же. Приходите на рерайтер. Приходите. Я вас там, вы там все поймете, вы научитесь. Человек говорит, ой, вы знаете, я сейчас курсы заканчиваю, вот когда закончу, тогда приду. Ой, вы знаете, я не уверен, вот еще нужно мне это или нет. Ой, вы понимаете, для меня это большие деньги. Говорю, ну приходите на пробную версию. Не, ну 5 долларов, но я не уверен, что я буду этим заниматься. И вот всегда задавайте себе вопрос, что у вас стоит на чаше, когда вы хотите каких-то изменений. Это не история про прийти на марафон, это история про все. Если вы хотите похудеть, но у вас при этом есть постоянные какие-то отмазки, почему вы не можете этого сделать, значит, вы этого не хотите. И вы себе врете. Вы себе врете. Перестаньте себе врать. Очень часто мы врём для того, чтобы оправдаться в глазах других. То есть мы врём, например, мне комфортно быть в своём весе и в своём теле, но я же знаю, что другие на меня посматривают и думают, что я жирная. Поэтому я всё время вру о том, что почему я сейчас не могу похудеть, что у меня сейчас гормональная диета, потом, что у меня диастаз, потом, что у меня там, я не знаю, геморрой, потом у меня ещё какая-то херотень. Зачем вы это делаете? Это как люди, знаете, которые пишут мне в комментарии, «Ольга, не ругайтесь матом, вам это не идёт». «Ну, ребята, ну, я такая, мне 37 лет и 8 месяцев, ну, такая мать ваша я уже уродилась, достаточно разная, я уже себя такой приняла, вот такой, какая я есть. Да, я ругаюсь матом, да, я могу вам не нравиться, пол жизни мне писали, что у меня что-то не то с зубами. Какой пол? Почти всю мою жизнь мне писали. Теперь снова мне начали писать, что у меня опять что-то не то с зубами, с ушами, с носами, с волосами. Я в какой-то момент для себя чётко осознала, какая я есть, я больше за это не извиняюсь, не больше не нужно оправдываться, почему я выгляжу так, а не иначе, почему я так или не иначе разговариваю. Вы себе не представляете, насколько это сильно убирает груз, снимает его с вас. Когда вы чётко понимаете, почему вы так выглядите, так себя ведёте, это очень и очень сильно помогает вам в жизни вообще начать раскрываться. Я никогда не понимала, почему мы так сильно стремимся нравиться другим и быть удобными для других людей, при этом выключая собственный эгоизм, считая, что эгоизм это плохо. А почему? А кто вам это сказал? А как вы можете сделать хотя бы одного человека по-настоящему счастливый, если вы постоянно врёте, если вам самому плохо, если вы являетесь жертвой, вы всё время стараетесь подстроиться под кого-то, чтобы кому-то понравиться, это же пиздец, как сложно постоянно соответствовать чужим ожиданиям, нравиться и служить им. Вы являетесь служителем непонятных людей, зачастую, которым вам нужно понравиться. Зачем? Зачем вы это делаете? Спросите себя однажды. Часто раньше, я помню, мне на конференциях задавали вопрос про уверенность. Вот откуда эта уверенность, где её взять? Я всегда отвечаю одно, устаньте, задолбитесь, задолбитесь нравиться и оправдывать ожидания других. Быть хорошей для своего мужа, для своей женщины, для своих детей, для своей матери, для своей собаки, для всех мать вашу, но жизнь-то у вас одна, ваш муж может завтра поменять вас на другую, ваша собака может полюбить больше вашу подружку, ваши дети когда-то вырастут и скажут мамочка, спасибо большое, я пошёл или я пошла. Всё в жизни может поменяться и только вы один единственный останетесь самим с собой. И вот я часто вижу, как люди остаются разочарованы и говорят да я же ради него, я для него, я всё время, я такой и такая жертвенность сумасшедшая. Задайте себе вопрос, почему вы такая жертва, почему вы за свою жизнь, сколько бы лет вам ни было, никогда не задаёте вопросы, я чего хочу для меня, где мой кайф личный, чего я хочу, какой жизни я хочу, что я вижу в своей жизни, что значит, когда кто-то говорит тебе ой, ты свои годы уже прожила, мол, ты уже для детей, для каких твоих детей, я родила детей, дала им жизнь и всё, и дальше это их жизнь, пусть распоряжаются этой жизнью, пусть придумывают её, создают, если я хорошая мама, супер мама, я могу за ними наблюдать и помогать им, если я просто нормальная мама, я не должна им мешать, большинство из нас играют роль гадких мам, нам нужно ребёнку рассказать, что ему делать, создать для него жизнь, наша говняная жизнь не удалась, поэтому надо ему эту жизнь испоганить, рассказать ему, вот этот ты должен, этот ты не должен, я понимаю, что многим не нравится это слушать, но большинство родителей просто нагло портят жизнь своим детям, а всё потому, что собственной жизнью ни черта не получилось и не получается, и такая интересная особенность у людей есть, очень сильно нравится лезть в чужие жизни, очень сильно в них копаться, разбирать их, кто-то живёт тем, что он портит жизни другим, кто-то портить не может, он их всё время обсуждает, обмусоливает, обсусоливает, обсасывает, но почему вы не хотите вернуться к своей собственной жизни, почему, вот вы говорите вам 45, мой муж разошёлся со своей женой, когда ему было 45 лет и женился на мне, и 13 лет мы в браке, у него родилось ещё двое новых детей, и не факт, что это последние дети, почему вы какие-то цифры себе считаете, что они какие-то являются критическими, у меня есть женщины, которые приходят на рерайтер в 70 лет, хвалаем, и говорят, так я ещё 30 минимум хочу прожить, что мне 30 лет теперь, блин, сидеть и в носу ковыряться палкой там, понимаете, я перестала думать, бояться взрослого возраста, когда стала смотреть на своих подруг, которым сейчас под 50, которые выглядят так, что, извините, девочки 20-летние, вам нужно ещё работать и работать, на сегодняшний день возраст перестал, мы физически перестали вянуть, у нас появилась возможность держать себя в форме, во-первых, у нас появился мозг, который понимает, как он должен работать, я надеюсь, во-вторых, у нас появилось понимание нашей физиологии, и третье, у нас появилась пластическая хирургия, тоже развитая, у нас есть три конька, но с возрастом к нам приходит то, чего никогда в 20 лет у нас не было, мозги, наша мудрость, и наше самое большое преступление, когда мы в 40 лет начинаем делать из себя старух, вместо того, чтобы своей мудростью околдовывать любого, потому что, когда тебе 40, ты можешь иметь 20-летнего мальчика, ты можешь иметь 70-летнего мужчину, ты можешь всё, твой сок, если у тебя хватает мозгов держать себя ещё в классной физической форме, ты можешь всё, но если не хватило мозгов, ну это не проблема, это можно исправить, в том числе, если перестать себе врать и говорить, что ой, в моём возрасте уже это невозможно, да нет, всегда состариваются мозги, понимаете, в первую очередь, и я часто наблюдаю, как в лет 25 мозги уже старые, уже мозги старые, старые, они уже такие, знаете, ничего им не надо, и в 25 она начинает рассказывать о том, какая тяжёлая жизнь, в каком государстве она родилась, вопрос не в этом, вопрос в том, что вы не развиваете себя, вы не хотите этого делать, мы обычно делаем, знаете, как, прикрываемся какими-то маленькими, когда мы себя чувствуем некомфортно, когда мы чувствуем, что с нами что-то не так, вместо того, чтобы искать ответ на вопрос глобально, что не так, что на самом деле меня тревожит, мы начинаем прятаться за маленькими проблемами, чтобы не дай бог не дойти до большой, большая проблема это всегда вскрытие, вскрытие себя, и очень часто там обнаруживается нелюбовь к себе, какой-то, какая-то травма детства, какое-то понимание того, что вся твоя жизнь полное говно, и ты вообще понимаешь, что ты не хочешь в этой жизни жить, тебя как будто бы привезли в детдом, в тюрьму посадили, но тебе настолько страшно это разрывать, потому что ты понимаешь, что если это сейчас начать разрывать, тебе нужно всё в жизни нахрен менять, и это сильно страшно, и поэтому у человека начинает возникать другого уровня проблемы, он себе придумывает как мелкие болячки, так и какие-то решения вопросов постоянных, таких, знаете, вот каких-то мелких, но вот они, человека начинают травить, он говорит, нет-нет, я сейчас не могу этим решать, заниматься, а знаете, что самое ужасное, что вы иногда делаете? Иногда, когда мы начинаем бояться решать свои проблемы, мы начинаем искать какие-то проблемы, чтобы решать у других, мы притягиваем в жизнь своих детей болезни, нам так страшно заглянуть в себя, что мы натягиваем на энергию своих детей, дети-помощники наши, мы притягиваем болезни, и затем начинаем лечить своего ребёнка, спасать что-то, только бы не проникнуть к себе, так у меня вот к вам один вопрос, а зачем вы это делаете? Зачем вы придумываете приключения, притягиваете приключения на голову своих детей, близких, почему вы не хотите разобраться с собой? Ведь помимо того, что это страшно, это очень, да, у вас может поменяться всё, и скорее всего, всё и поменяется, но ведь в том, в чём вы находитесь, вы же не хотите быть. Вот в чём, понимаете, вот эта парадоксальность, человек говорит, в чём ложь, ты говоришь, я хочу поменять свою жизнь, но при этом ты отчаянно делаешь всё, чтобы не дать и возможности этого сделать. Это и такая вот для меня очень странная штука. Я меняла свою жизнь кардинально, то есть вообще, если вот взять мой путь, он очень кардинально изменённого человека. Я, например, женщина 14 лет назад, это две разные Оли, вообще в принципе. Я и Оля, которая была 5 лет назад, это две разные Оли в принципе. Я и Оля, которая была там в отношениях в 20 с лишним лет, это вообще два разных человека, с разными ценностями, вообще с разным всем. Изменения – это то, что приходит постепенно, но решения мы принимаем в один момент. Мы принимаем его, мы можем готовиться к нему много лет, но принимаем мы его в один момент, как щелчок. Мы его принимаем, вот знаете, я долго думала, что происходит на этом рерайтере, что это такое, вот как это назвать. Я поняла очень чёткая штука, это как рельсы. Вот знаете, как перевести стрелку, вот едет поезд, и у него есть вот эти его рельсы, он едет, едет, а потом раз, и перевели стрелку, и мы перешли на другие рельсы. Вот это то, что в жизни люди не любят делать и либо ждут, что эта жизнь делает сама, а жизнь это делает обычно через трагедию, потому что человека можно, если человек сам не готов меняться, то, как правило, создаются такие ситуации, обстоятельства, в которых он вынужден это делать. И чаще всего я говорила, это какие-то трагические ситуации. Развод, это трагическая ситуация, если, например, вы к нему не готовы, вы думали, что у вас всё хорошо, вас пришли и поставили перед фактом. Это трагическая ситуация, она вас вынуждена поворачивать. Всё, вы разъезжаетесь, у вас теперь, вам нужно какую-то другую новую жизнь, вам теперь нужны деньги, вам что-то нужно по-другому, в корне. Вы переходите не по своей воле в какую-то другую ситуацию. Увольнение, такое тоже часто бывает, когда ваша карьера строилась, вы себе думали, что вы в этой компании живёте, всё у вас было хорошо и тут тарарам. Или вот как сейчас происходит этот апокалипсис с коронавирусом, когда многие бизнесы просто перестают быть нужными. Ну, то есть, модель должна в корне перестроиться. Ну, вот у нас, например, были в Киеве фестивали, огромный бизнес, фестивали, уличной еды, множество всего. Всё, вот два года у нас фестивалей нет, там один фестиваль в год какой-то там паршивенький, простите, выскакивает, назначили опять этот локдаун, апокалипсис и прочая какая-то история. То есть, что-то, что нас меняет. Либо третий момент, самый ужасный, это болезнь или какая-то чрезвычайная ситуация, при которой вы сражаетесь за свою жизнь или вынуждены жить в новом условиях, что вообще отвратно. Ну, например, став инвалидов, стёрто-стёрто. Это вы притягиваете в жизнь сами. Когда вы сами не хотите меняться, когда вы понимаете, что это нужно, но оттягиваете это, жизнь посылает вам какой-то прикол. Понимаете? И у вас начинается вот сюда супержинка, а у вас не то, что супержинка начинается, у вас начинается суперпиздос. Люди, здравые, пожалуйста, я к вам обращаюсь, услышите меня, пожалуйста. Не притягивайте, не ждите, что жизнь вам это даст. Сами мы пришли в жизнь для того, чтобы развиваться, не для того, чтобы жрать чипсы, трахаться и покупать тачки. Это приятное дополнение. Но это не главное. Мы пришли в жизни эволюционировать. Мы пришли пройти какой-то свой духовный путь. Духовный. У нас зашла в нас душа, смотрели мультик «Душа»? Зашла в нас душа, вышла душа. Мы в аренду получили тело, каким-то образом его или приукрасили, или угробили. Тут уже как у нас хватит чего-то, но мы с вами приходим в некий путь. Мы пришли и потом обратно уйдем. И подумайте о том, что мы должны что-то прожить. Что-то нас прислали для того, чтобы мы что-то получили, некий духовный опыт, чтобы что-то улучшили, чтобы как-то проявились. У нас тут шел талантов на земле, понимаете? Вот Украина – мая талант. У нас вселенная имеет талант. Мы должны себя проявить. Не пожрать, не убить кого-то, не плакат нарисовать. Мы что-то должны сделать. Мы с вами обычно ощущаем то, мы делаем то или не то по ощущениям, по нашим внутренним ощущениям. Помните, это называется такое интуитивное ощущение. Когда нам хорошо, это еще и называется высокими вибрациями, вот мы что-то сделали и нам стало хорошо. Нас поблагодарили, подошли, обняли. Мы понимаем, что мы сделали что-то правильное, нам от этого хорошо. Мы что-то создали. Когда мы пошли, сделали что-то плохое, нам плохо от этого. Вот в жизни, в зависимости от того, как часто мы чувствуем себя хорошо или плохо, можно понять, как мы двигаемся по нашему жизненному пути. У нас нету с вами пока такого приложения, где типа показывается, значит, родился, сейчас ты находишься на таком отрезке твоего пути, вот у тебя было, значит, там для твоей души столько-то позитивных моментов, ты молодец. Приложения пока такого нету. Мы это можем ощущать интуитивно. Но вот если вы себя чувствуете всё время в состоянии таком поникшем, если вы расстроены, если у вас постоянно какие-то проблемы, депрессии, вы их себе придумываете, потому что люди зависимы, мы же с вами зависим не только от кока-колы и картошки фри, мы с вами зависим от эмоций. И то, на какие эмоции мы подсаживаемся, от тех эмоций мы зависим. И если мы с вами подсажены всё время на негатив, то мы с вами всё время ищем, ну что там ещё негативного, ну что там ещё. Мы ищем, мы это делаем на подсознательном уровне, у нас работает программа, то есть мы не понимаем, что мы это делаем, но мы везде, у нас есть такая рас, ретикулярно-активирующая система в голове, пучок нервных окончаний в головном мозге, и он у нас всё время, значит, то, что мы ему тут даём, настройку, вот мы ищем этот негатив, у нас тут есть такая программка, мы её включили, и мы всё время всё под это ищем, мы прям всё видим, мы на дорогах видим все аварии, мы по радио обязательно услышим плохую новость, телевизор мы включим, тоже обязательно что-то найдём, даже YouTube мы включаем, посмотреть развлекательное шоу, но в рекламе обязательно будет какое-то говнище, и мы его услышим. То есть мы эту программу притягиваем. Так вот, если вы находитесь постоянно в этом энергетическом поле низких вибраций, а у нас ещё есть квантовая энергия вокруг, чуть-чуть вас попугаю, то вы в свою жизнь, а ваша жизнь всё время идёт на низких частотах, вы на этих низких частотах ловите все болезни, все проблемы, вы прям такое, знаете, магнитик для всего этого действия. Как вы считаете, какой путь, точнее, какой опыт получит ваша душа? Но я понимаю, что вам сегодня на это наплевать. Знаете, когда мне было 12 лет, и мама мне рассказывала про целлюлит, и про роды, и про грудь, которая может обвиснуть, я вообще слушала маму и думала, мам, ну ты вообще с головой дружишь? Нет, 12 лет. Какой целлюлит? Какие роды? Какая его обвисшая грудь? Где это вообще всё? Это какой-то полярный космос, когда тебе будет 30 лет? Я говорю, мама, до 30 лет ещё не факт, что я доживу. Это вообще какая-то другая планета. Но понимаете, оно же всё есть. Оно же всё есть. Подумайте об этом. Подумайте об этом не в контексте того, что когда вы умрёте, вам нужно думать о том, что будет, когда вы умрёте. Подумайте об этом как о смысле каком-то, который будет давать вам энергию для жизни. Ведь нам нужен всё время интерес. Почему мы дети придумывают какие-то челленджи, какие-то… Нам нужен интерес. Нам нужен интерес к жизни. Нам нужен какой-то для себя смысл. Какое-то логическое объяснение нахрена вы живёте. Но вы точно живёте не для того, чтобы накормить детей обедом, потрахаться с мужем и постирать бельё и сходить в магазин. Но точно не для этого. Но вы это понимаете? Догадываетесь, как абстрагироваться, когда дома есть вечно недовольный человек. Значит, у меня есть ответы на все ваши вопросы. Вот все вопросы, которые возникают у человека, когда он хочет измениться, когда он начинает меняться и когда уже этот момент происходит, у меня есть ответы на вопросы, что делать в любой момент времени с каждым человеком, который у вас есть. Я это всё специально запаковала, упрятала и в систему сложила в своём рерайтере жизни. Вот когда вы попадёте на марафон, вы на каждом этапе всё, что с вами будет происходить. Я вам буду прямо рассказывать, что с вами происходит и что с этим делать. Я уже просто устала бесконечно об этом всё время говорить. Тем более, что, ну это как, знаете, мы обсуждаем большой рецепт приготовления, и вы меня спрашиваете, а картошку, картошку как варить? Ну, нужно комплексно это сделать один раз. Один раз это сделать, и вы всё поймёте, и вы запустите этот процесс. Важно не говорить о том, как это будет происходить, а важно начать это делать и меняться. Удивительное свойство нашего человеческого организма и разума заключается в том, что мы способны к быстрым изменениям. Но мы не делаем этих быстрых изменений, потому что мы больше о них говорим. Людям нравится больше об этом размышлять, думать, гипотетически готовиться, думать, как бы это могло сработать, но не сделать это. Моё предложение всегда одно — сделайте это один раз, ну пройдите это один раз. Я всё время сражалась и думала, почему люди так много информации на эту тему, почему я сама этим не занималась. Каждый раз считала, что да, да, я знаю. Я поняла это. Моё заключение в том, что все системы, которые я раньше знала, читала, слушала, они все были очень сложные для восприятия моего мозга. То есть на сегодняшний день мы живём настолько в активном мире, ну по крайней мере я, я не знаю, в каком вы живёте, у меня очень активный мир, очень активная жизнь, очень мало времени. Вот я опять привезла ребёнка сейчас, у меня час времени, я так разгадала время, думаю, как бы мне так правильно всё сделать, чтобы, значит, я этот час не потратила на дорогу, там, ну вот как мне его эффективно использовать. И это первый момент, время. И второе, мой мозг не способен сейчас воспринимать сложную информацию. Я когда начинаю читать книжки серьёзные про работу мозга, про наши схемы, системы, у меня мозг закипает на пятой минуте, ну то есть просто на пятой, он не желает это делать. Я понимаю, что мы несколько атрофировались, но скорее всего нам диктуют это современные реалии. Поэтому я сделала свою систему максимально простой. Вот такую я её делала по принципу, чтобы я могла это объяснять своим детям. Я обучаю сейчас своих детей, считаю, что это гораздо более ценный навык, чем я бы их отправила в Гарвард. Я вообще приняла решение, что мы с ними вот этот Гарвард и всё то, что родители потом собираются дать детям за бешеные деньги, я отправив их куда-то, мы всё это проходим с ними сейчас. Я хочу, чтобы мои дети, это вот мой личный эксперимент, и составляю образ жизни своих детей таким образом, чтобы к 18 годам, когда они закончат эту школу, чтобы это были полностью сформированные и сложившиеся личности, понимающие, чего они хотят, и имевшие возможность получать это прямо сейчас. То есть делать и получать. Потому что по моим наблюдениям отвратительно то, что человек в 18-19 лет ещё не знает, чего он хочет, и родитель, чтобы как-то снять с себя ответственность, хорошей родителю, который обеспеченный, он вбахивает огромные деньги, чтобы ребёнка сбагрить куда-то за границу, и что? Я видела огромное количество детей, которые вернулись оттуда или не вернулись, там стали наркоманами. Ну, то есть это не билет в жизнь. Это не билет в жизнь. Рерайтер, что такое рерайтер? Рерайтер жизни — это мой онлайн-марафон, который я провожу каждый месяц. Суть этого марафона — мы пишем книгу жизни. Мы пишем книгу, в которой вы описываете по моей личной методологии, в которой вы описываете и отвечаете себе на главные вопросы, какой вы видите свою жизнь и себя в этой жизни. Вы можете у меня по ссылке в профиле перейти. Я просто не хочу об этом долго говорить, очень много людей уже знают, что такое рерайтер жизни. Есть по ссылке в профиле ссылочка на марафон рерайтер жизни, вы можете перейти, и там есть и видео, и описание, всё это подробно узнать. Сейчас у нас есть пробная версия. Это самый такой простой, лёгкий путь понять вообще, в чём дело. Стоимость пробной версии — аж 5 долларов. Я посмотрела, это стоимость McMenu, Big Mac Menu в Макдональдсе. Вы можете за эти 5 долларов оплатить их. Там есть пробная версия, продаётся всего несколько дней в месяц. Вот сейчас перед стартом, поскольку у нас старт 1 числа, сейчас перед стартом вы можете её купить и попасть и в общий чат, и пройти с нами 4 дня марафона, написать две главы своей книги, посмотреть, что такое мои медитации, посмотреть, что такое мои бонусные уроки. У нас всего более 50 уроков сейчас, видео, где я по сути даю вам всю программу и объясняю, как работает наш мозг и как с помощью своих мыслей, с помощью своих внутренних вибраций, как мы создаём свою реальность и управляем ей, потому что мы с вами управляем нашей реальностью постоянно, но управляем ей отвратительно, потому что не знаем правил игры. Мы с вами не знаем, что мы ведём автомобиль, понимаете? И поэтому нас в жизни так и болтает. Что-то происходит, мы считаем, что это судьба, что это Бог, что это президент, но это мы. Просто мы не знаем этой взаимосвязи, потому что нас никто этому не научил, а до книжек, до системы, до схемы не все мы добрались. Но я всё время обращаюсь к людям, которые попали на мой эфир случайно, специально, просто зацепились, проходили мимо. Вы в свою жизнь эту информацию притянули. Если вы её сейчас слышите и способны воспринимать, значит, почему-то вы об этом думали, у вас был какой-то запрос, и вам в виде этого видео даётся какая-то подсказка. Как купить пробную версию на 4 дня? Когда вы переходите по ссылке на марафон, там есть 3 основные версии, и есть внизу пробная версия, 5 долларов, она стоит. Вы на неё нажимаете. Если вы будете смотреть видео, когда пробной версии уже не будет, то когда вы перейдёте на сайт, вы увидите, что там нет сейчас пробной версии. Это означает, что пробная версия сейчас уже не продаётся. Она продаётся, по-моему, если я не ошибаюсь, с 26 числа, каждого месяца по первое. Вот этот маленький кусочек времени вы можете купить и стартануть вместе с нами. Это и пугает знание взаимосвязей. Ну, как вам сказать, это и пугает. Я не знаю, почему вас это и пугает. Это как знать, что в машине, если вы нажимаете на эту кнопку газ, то вы будете ехать быстрее. Ну, мне кажется, это очередная какая-то ложь, очередное какое-то прикрытие. Меня это пугает. Я себе однажды просто задала вопрос. Вот я хочу бояться, я хочу завидовать, а я завидовала людям, потому что я перфекционистка, я люблю быть лучше, я люблю быть первой. Я страдала очень сильно от того, когда я в чём-то там была не первая. и я когда-то задала своей голове, которая закипала каждый вечер, такой вопрос. Я чего хочу? Я хочу создать свою жизнь, я хочу придумать свою жизнь, потому что я вам предлагаю придумать того человека, которым вы хотите стать, придумать ту жизнь, которую вы хотите, и создать её. я знаю, как создать и воплотить в жизнь то, что вы придумаете. И первая наша задача придумать. И вы знаете, когда я поняла, что я хочу больше стать тем человеком, которым хочу, чем разбираться со всем этим ворохом, страхом, нравлюсь ли я другим, что они обо мне думают, будет ли довольна моя мама, а что скажет обо мне моя тётя, а что, если моему мужу это не понравится, я сказала, мне плевать, я на весы поставила себя, потому что это моя игра, которая может закончиться в любой момент, я прекрасно отдаю этому отчёт. Я очень надеюсь, что это не произойдёт в ближайшие так лет 70, но тем не менее. И я считаю, что наша задача играть максимально, играть круто, когда ты пришёл и тебе дана такой величайший дан подарок, как жизнь, самое тупое, что мы можем сделать, не сыграть в эту игру. Ну, типа, сесть на диване в зале ожидания и ждать. Просто подумайте, какое невероятное количество возможностей у вас есть. Вы можете стать кем угодно. Я не устаю говорить о примере нашего президента Украины, который играл в команде КВН, был комиком, актёром. У нас есть невероятное количество кадров его в трусах, с голой задницей, целующимися со всеми артистами. И сегодня это президент нашей страны. Мы не даём сейчас оценку плохо, хорошо, мы не о политике, мы о самой возможности. Человек сыграл в сериале актёрскую роль, где он президент и стал им. Вы просто вдумайтесь вообще в уровень масштаба происходящего. Неужели после этого вы ещё можете сомневаться в том, что вы кем-то не можете стать? Сегодня в Украине половина ребят, которые работали на моих свадьбах, которых я видела голыми, возглавляют, являются губернаторами нашей страны. Это сейчас, конечно, не про позор или счастье нашей страны, это просто про возможности, про то, когда вы говорите о том, что что-то невозможно и максимум, что я могу, это, это, это неправда. Это неправда. Вы просто в очередной раз себе врёте. Врёте, потому что вы не хотите брать ответственность. Врёте, потому что не хотите вджобывать. Врёте, потому что не хотите над собой работать. Врёте, потому что вам нравится жить той, пусть бедной, худой жизнью, жаловаться на всё, чем опять-таки брать ответственность. Я сегодня проснулась рано утром, в 7 часов, получается, в 7, а нам только перевели часы, по старому времени это 6 утра, и поняла, что мне нужно сейчас собрать детей и ехать на тренировку, ёпсель, у меня такие адские тренировки, у меня правда очень тяжелые тренировки, я даже никогда видео не снимаю, а там нету на это времени. И я думаю, господи, вообще, у меня столько планов, я, в общем, моя голова начала мне рассказывать, почему я не могу пойти на тренировку, но я встала и понимаю, что мне 37 лет, у меня красивое тело, и оно красивое тело только по одной причине, Потому что каждый раз, когда я хочу пропустить тренировку, или я хочу что-то сделать, съесть торт целой ложкой каждый день, я задаю себе вопрос, чего я хочу больше, оставить свое красивое тело или этого? Нам необходимо включать в себе дисциплину, нам необходимо включать в себе силу воли, но нам необходимо запускать свои главные ресурсы, которые живут в этой коробочке. Если вы хотите, чтобы с вами случались лучшие ситуации из тех, которые могут случиться, если вы хотите научиться привлекать правильных людей в свою жизнь, если вы хотите, чтобы вы были наполнены энергией, и у вас не было черных и белых полос, Самая большая фишка того, чем мы занимаемся в создании своей реальности, это вот самое крутое, я могу сказать, это то, что если вы будете делать все по моей методологии, у вас закончатся черные полосы, закончатся. Для меня это вообще самая главная мотивация, почему я делаю то, что делаю каждый день, потому что раньше в моей жизни было много всплесков, но и много провалов. И каждый раз, когда я поднималась высоко, я уже ждала, что сейчас будет следующая полоса, я считала, что нет взлетов без падений. Сейчас я абсолютно не то, что убеждена, я сейчас знаю, почему происходили падения, почему они происходят у людей, и я знаю, как этого избежать. Это супер-пупер-крутая тема, и можно во все это не верить, тут я вообще с вами не поспорю, и можно сейчас говорить, что все это бред, она это говорит, чтобы продать свой дурерайтер жизни, можно. Но я всегда говорю об одном, задайте себе вопрос, вам это убеждение поможет сделать вашу жизнь лучше или нет? Потому что то, во что мы верим, то и работает, и об этом важно помнить. И то, что я даю за месяц в рерайтере жизни, это университет. Это удивительно, но вы почувствуете, что вы закончили университет. У вас будет ощущение в конце апреля месяца, что вы за всю жизнь столько о себе не знали. Структурированной, точной, конкретной информации. Еще раз, рерайтер жизни – это мой марафон. В течение месяца он проходит, в течение этого месяца мы пишем книгу вашей жизни, мы учимся понимать, чего мы хотим, и описываем то, чтобы мы хотели, чтобы с нами произошло в жизни. Так, словно, это уже произошло. И мы изучаем с вами основы сил нашего разума, каким образом наши мысли связаны с нашей реальностью, и как мы этим можем осознанно управлять, для того, чтобы все то, что мы описали, все наши желания, все наше видение жизни мы могли получить. Собственно, коротко так, еще раз, перейдите в профили, у меня есть в профили, в сторис у меня есть 150 тысяч ссылок сейчас, перейдите и посмотрите, рерайтер жизни, что это такое, я рассказываю в видео, что это, как это происходит, есть описание, множество всего, вы сможете все почитать, миллиарды отзывов, понять, что это такое. Так, Лерочка, спасибо, Лерочка. Лерочка, у меня сейчас, ребята, год назад впервые стартовал рерайтер, сейчас уже очень много людей, которые со мной год и продолжают заниматься, потому что у нас дальше есть клубы, но это уже следующие движения, и мега приятно, что сейчас на каждом эфире достаточно много рерайтовцев, я вам, ребят, всегда очень сильно за это благодарна. Так, как купить пробную версию на 4 дня, я вроде бы уже ответила, пробная версия есть по той же ссылке, и просто выбирайте ее и оплачивайте ее, если вы хотите туда попасть. Итак, мы с вами прекрасно провели время, я вам за это благодарна. Я хочу сказать, о, второй раз идем, здорово, тоже очень этому радуюсь. Когда люди возвращаются, это говорит о том, что это работает. Сейчас у меня вторая версия рерайтера жизни, я ее переделала полностью, потому что прошел год, и, конечно, многие вещи захотелось улучшить, усилить, переделала абсолютно все, и, конечно, очень жду фидбэка, особенно от тех людей, кто проходил, кто не проходил, я точно знаю, что это понравится. На сегодняшний день, знаете, для меня крайне важно не просто жить и что-то делать, а стараться быть максимальной чемпионкой на сегодняшний день в том, что я делаю. И я создавала сейчас новый рерайтер с абсолютной, с полной самоотдачей, и даже когда мой муж все это смотрел, он мне говорит, Оля, мне кажется, ты очень много даешь, это надо разделить, давай дадим это в дороже версию, давай еще что-то. Я сказала, ты знаешь, это история не только про бизнес, скорее так, это история про бизнес на втором месте, это история про мой вклад, в который я верю, и я невероятно счастлива, что я нашла свое дело, я невероятно счастлива, что я обладаю энергией, силой бесконечными, что я никогда от этого не устаю, и я хочу, чтобы это узнало, об этом узнало как можно большее количество людей, поэтому мы не будем ни поднимать цены, ни уходить в историю каких-то баснословных гонораров и так далее. Я хочу, чтобы рерайтер зашел в каждый дом, и как я всегда говорю, рано или поздно вы все равно придете на рерайтер жизни, поэтому выбирайте, когда вам сделать это лучше, и не оттягивайте изменения в своей жизни. Переставайте себе врать и рассказывать, что есть какие-то другие жизненные приоритеты, что на самом деле вам все нравится, и не все так уже плохо. Я не говорю, что у вас все плохо, я говорю, что у вас все может быть совершенно по-другому, что вы можете получить абсолютно все, чего пожелаете, и первое, что нужно научиться делать, это разрешить себе хотеть, убрать страхи в том, что вы недостойны, или вы не сможете, или это не для вас. На рерайтере я дам вам очень много того, чего вы даже не ожидаете получить. У каждого из вас проявится то, что на данный момент вам необходимо больше всего, поэтому когда люди проходят марафон второй раз, третий раз, у меня есть такие люди, каждый раз вы находите ответы на новые запросы, которые есть внутри вас, и в этот раз это тоже произойдет, поэтому присоединяйтесь, напоминаю, что пробную версию вы можете купить за 5 долларов, просто перейдите по ссылке, которая есть у меня в профиле, или которых очень много сейчас активных стоит у меня в сторис. Совсем не можете найти, напишите мне в директ, я вам пришлю, если прям совсем потерялись, ничего страшного, такое тоже бывает. До встречи со всеми первого числа, уже в четверг мы стартуем, не знаю, будет ли до этого времени еще прямой эфир, но мне очень хочется, чтобы вы перестали врать себе и научились выбирать для себя самое-самое лучшее, потому что нет такого человека, который был бы этого недостоин, нет ни одного сломанного человека на земле. Есть наше понимание того, что мы слабые, сломленные, нас обиделись, но это не так. И вы придете на рерайтер и поймете это. Вы поймете, что все, что вам нужно для ошеломительного успеха, у вас есть. Ваша задача просто начать это делать. И прежде всего работать со своим мозгом. Это первое и самое главное то, что приведет вас к вашему настоящему истинному успеху. Всем хорошего дня!